Мы знаем о том, что мир охвачен экологическим кризисом, который во многом обусловлен накоплением в окружающей среде неприродных веществ, полютантов. Эти вещества в большинстве своем являются ксенобиотиками, то есть они не встречаются в природе, являются продуктами деятельности человека, его химической промышленности, и поэтому с трудом перерабатываются в окружающей среде. И вот свалка – это, конечно, зрелище неприглядное, очень большая проблема современности. Свалки поглощают под собой города и сельхозугодие, и никто всерьез до конца не решил проблему мусорных полигонов и свалок. Мы видим, что основу свалки составляют полимеры, пластики – это как раз типичные полютанты, вещества, которые созданы человеком. Однако следует отметить, что большинство загрязнителей окружающей среды – это продукты переработки нефти, угля, природного газа. Нефть, природный газ и уголь – это, в свою очередь, продукты переработки живых организмов в недрах земли. Поэтому элементный состав большинства полютантов такой же, как и у живых организмов. И, соответственно, существует возможность вернуть эти элементы в круговорот. Согласно воззрениям Академика Вернадского, это биокосное вещество, которое может вернуться в природный круговорот и в состав живых организмов. И в подтверждении этого свалка далеко не безжизненна. На ней обитает множество микроорганизмов, которые в процессе эволюции приобретают способность утилизировать полютанты и ими питаться. И вот использование специализированных культур микробов для очищения окружающей среды от полютантов носит название биодеградации. И этот метод сейчас широко применяется. В общем-то, весь спектр созданных человеком соединений может утилизироваться при помощи этого метода, и он уже широко применяется на практике. Мы, люди, привыкли называть себя венцом творения, вершиной эволюции. Что касается морфологии тела, строения головного мозга, это безусловно так. Но что касается биохимии, метаболических путей, то здесь микробы, самые простые формы жизни могут дать нам фору. Вот как раз в плане биохимии микроорганизмы – это самые сложные существа. А мы гораздо проще. И вот приведу для примера биодеградацию ацетонитрила. Органический растворитель применяется в промышленности и обладает высокой токсичностью. Токсичность ацетонитрила определяется тем, что в организме млекопитающих ферментами, цитохромами, он окисляется до синильной кислоты формальдегида, которые являются летальными метаболитами. То есть их токсичность намного выше, чем у исходного вещества. А почвенные бактерии, накардии, они разлагают ацетонитрил совершенно другим путем. Они его гидролизуют до ацетамида, дальше до ацетата аммония, который для них совершенно безвреден и служит источником углерода и азота. Вот настолько биохимия микроорганизмов совершеннее нашей с вами биохимии. Ну вот эта схема мне нравится своей подробностью. Каждая стадия биодеградации здесь хорошо представлена. Атразин – это типичный полютант, вещество в природе не встречающееся, но в течение 70 лет он используется в качестве гербицида на полях для борьбы с сорниками. И за это время у почвенной микрофлоры выработался кластер генов ATZ, который отвечает за биодеградацию Атразина. Эти гены кодируются в кольцевых молекулах ДНК, в плазмидах, которые распространяются в популяции микроорганизмов путем горизонтального переноса генов. И таким образом признак способности утилизации Атразина распространяется в популяции микробов. Каждый ген кодирует уникальный фермент, который осуществляет одну из стадий разложения Атразина, его гидролиза. И в результате неприродное вещество превращается в углекислый газ, аммиак и хлорид ион, вещества, сравнительно дружественные в биосфере и утилизируемые живыми организмами. Кстати, здесь же на слайде показаны микрофотографии бактерий псевдомонат, псевдомонос, которые занимаются биодеградацией Атразина. И вообще представители псевдомонат очень широко используются для биодеградации. Наверное, 70% всех случаев биодеградации осуществляются этими бактериями, потому что они легко осваивают новые пищевые субстраты. И к ним мы еще на протяжении лекции будем неоднократно возвращаться. Нефть и нефтепродукты – это очень опасный вид загрязнений, потому что нефть – это фактически кровь нашей цивилизации. Она добывается крупнотоннажно, и загрязнения нефтью и нефтепродуктами, они тоже очень масштабные. И с большим трудом происходит ремедиация загрязненных почв и водоемов. Тем не менее, существуют микроорганизмы, которые способны питаться нефтью и нефтепродуктами, например, керосиновый грипп, аморфотека. Основу нефти составляют углеводороды, причем в основном это насыщенные углеводороды, алканы, и биодеградации нефти, как правило, происходят в аэробных условиях, в присутствии кислорода. Ферменты оксигеназа окисляют алканы до соответствующих спиртов, дальше до альдегидов, жирных кислот, и в конечном итоге жирные кислоты подвергаются бета-окислению, превращаются в углеродные фрагменты, ацетилкоэнзим А, из которого синтезируется большинство природных веществ. Ну, в меньшей степени жирные кислоты входят в состав триглицеридов, жиров, то есть вещества, из которых состоит нефть, в конечном итоге превращаются в биологические молекулы. Бутылочный пластик, полиэтерифталат или PET, тоже является серьезным загрязнителем окружающей среды, потому что пластиковые бутылки сейчас очень популярны, производятся они в больших количествах. Сейчас, конечно, осуществляется сбор пластиковых бутылок, повторное использование пластика, и тем не менее часть этой посуды попадает в окружающую среду и, как и большинство пластмасс, большим трудом подвергается биодеструкции. И сейчас методами генной инженерии, методами белковой инженерии создаются микроорганизмы, которые способны разлагать полиэтилен-терифталат. И вот я встретил очень интересную статью, в которой, ну, картинка как раз оттуда взята, сообщается не просто о биодеградации полиэтилен-терифталат, то мономеров, этилен-гликоля и терифталевой кислоты, но еще терифталевая кислота дальше превращается в пищевую добавку ванилин, имеющую ароматическую природу. Вот, то есть, ну, конечно, сложно представить, что мы будем отходы перерабатывать в пищевые продукты, это такая тема достаточно острая. Вот, но, по крайней мере, уровень биотехнологий уже достиг таких высот, когда мы это можем сделать. Фосфороорганические соединения – это одни из самых токсичных, к ним относятся самые ядовитые вещества, созданные человеком. Они блокируют, ингибируют фермент ацетилхолиностеразу и блокируют передачу нервного импульса. За счет этого, собственно, и достигается их токсичность. Но у микроорганизмов, бактерий, грибов, у них нет нервной системы, и поэтому для них фосфороорганические соединения намного менее опасны, чем для людей. И, ну, большинство фосфороорганических соединений в силу своей токсичности вышли из употребления, если речь идет о пестицидах. Но некоторые такие, как гербицид глифосат, остались, до сих пор применяются на полях. Вот знаменитый гербицид торнадо на его основе. И, опять-таки, мы возвращаемся к псевдомонатам. Они, глифосат, превращают в аминокислоту глицин и фосфорную кислоту, то есть вещества, которые входят в состав живых организмов и не представляют большого вреда для них. Даже, наоборот, полезны. Консорции, сообщества микроорганизмов лучше справляются с биодеградацией, чем чистой культурой. Вот, например, для инсектицида ДДТ долгое время вообще не были известны микроорганизмы, которые могут в одиночку его разлагать. Это инсектицид. Он производился в огромных количествах и спас миллионы людей от инфекционных болезней, разносимых насекомыми, от голода. И, тем не менее, это вещество ядовитое, поэтому несколько десятилетий назад прекратили его производство. Но вещество стабильное – это хлоророматика. И он, ДДТ, до сих пор встречается в следовых количествах в природе, даже в морских организмах, в рыбах, в китообразных, в пингвинах, в жировой ткани находят следы ДДТ. И вот в последние годы все-таки нашлись микроорганизмы, которые способны его разлагать, но до сих пор разлагался он, как правило, только сообществами микробов. Разные виды микроорганизмов последовательно осуществляли стадии разложения ДДТ, вплоть до его полной минерализации. Вот мы видим, до хлоробензойной кислоты он окисляется, и дальше уже осуществляется минерализация этого вещества. Синильная кислота, цианиды – это самые известные яды, пожалуй, потому что мы все читаем детективы, смотрим детективные сериалы и знаем, что, по крайней мере, до недавнего времени цианиды использовались в криминальных целях, в целях убийства, в силу своей высокой токсичности. Хотя, понятно, это не единственная и даже не самая интересная сфера их применения. Но, несмотря на высокую токсичность цианидов, они достаточно легко подвергаются деструкции биологической. У микроорганизмов огромное количество стратегий обезврежения цианидов, они их окисляют, восстанавливают, гидролизуют, включают в состав более сложных молекул. А связано это с тем, что синильная кислота, она не является ксенобиотиком. Это вещество, достаточно широко распространенное в природе. В частности, ряд растений, особенно в семенах косточковых культур, содержатся цианогенные гликозиды. Это молекулы, которые при повреждении тканей растений контактируют со специфическими ферментами и разлагаются с выделением синильной кислоты. Вот мы видим, что остаток цианогрупп, она уже присутствует в структуре этих молекул. Также гемолимфа ряда насекомых тоже содержат цианогенные гликозиды. И естественно, что живые организмы используют синильную кислоту для защиты от поедания. У микробов уже длительное время было на то, чтобы выработать способы обезвреживания синильной кислоты. Существует эмпирическое правило, согласно которому, чем выше порядковый номер элемента, тем выше его токсичность. Из этого правила есть масса исключений, но в целом оно верное. Золото – это 79-й элемент периодической таблицы. Тяжелый элемент. В виде металла золото практически нетоксичное. Это позволяет нам носить ювелирные украшения. Однако в виде солей, в виде трехвалентных ионов золото – это достаточно ядовитый металл. И бактерии, которые обитают на золотых брийсках, в водах, содержащих высокие концентрации золота, у них вырабатываются специфические пептиды, такие как дельфтипактин, которые не только образуют комплексы с трехвалентным золотом, но и восстанавливают его до металла. То есть фактически бактерии осуществляют металлургический процесс. Они токсичные соль металла превращают в безвредный металл, в металлическое золото. И эти микропы используются при золотодобыче. Способность к биодеградации – это признак, который может усиливаться в результате направленной селекции. Капролактан – это крупнотоннажный продукт химической промышленности. Его полимеризацией получают капрон, из которого делают ткани, делают пластиковые изделия. А биодеградацию капролактана впервые наблюдали у нас в Казани. Рим Павловна Наумова долгое время, многие десятилетия работала на кафедре микробиологии Казанского университета. И в своей кандидатской диссертации она впервые описала биодеградацию капролактана, немножко опередив японский коллектив. То есть японцы наступали на пятки, и тем не менее это открытие у нас в стране было сделано. Причем в ее диссертации написано, что первый посев устойчивых бактерий мог разлагать капролактан в концентрации полграмма на литр за 4 недели за месяц. А четвертый пересев обезвреживал капролактан в концентрации 2 грамма на литр, то есть уже в 4 раза больше, за 1-2 дня. Вот настолько усиливалась устойчивость к этому веществу. В конечном итоге Риме Пауне удалось получить культуру бактерий, которые могли обезвреживать капролактан в концентрации 5 граммов на литр и даже полимерный капрон. А в концентрации 15 граммов на литр вырабатывалась частичная устойчивость. Это уже в 30 раз более высокая концентрация. То есть фактически Риме Пауне удалось получить новую форму жизни, для которой капролактан и капрон это уже не полютант, не загрязнитель, а источник питания, источник биогенных элементов. И можно много фантазировать на тему, как дальше может происходить эволюция жизни в условиях, когда полютантов будет накапливаться все больше. Вот очень интересный пример проекта, который был начат с нуля, без задела и в конечном итоге привел к практическому использованию. Райан Саммерс был студентом университета штата Айова США, работал над дипломным проектом, не знал, какую тему выбрать. И из почвы на клумбе в студенческом кампусе, куда студенты после обеда сливали остатки кофе, он выделил культуру, но опять же возвращаемся к псевдомоназ, бактерии псевдомонады, и стал выращивать их в культуральной среде, где единственными источниками углерода и азота был химически чистый кофеин. Это активное начало чая, кофе и ряда других бодрящих напитков. И через несколько пересевов ему удалось получить культуру бактерий, которая питалась исключительно кофеином. Это так называемая бактерия кофеман, псевдомонас путида Сибиби-5. Саммерс защитил дипломную работу, написал ряд статей, защитил ряд патентов, открыл кофеиновый оперон, это кластер генов, которые отвечают за биодеградацию кофеина. И в конечном итоге работа получила практическое применение. Был создан биосенсор на кофеин, который позволяет обнаруживать это вещество в следовых концентрациях. И даже были проекты получения кофе без кофеина. То есть бактерии съедают кофеин, все остальное остается и получается кофе без кофеина. Насколько это получило продолжение, сложно сказать. Но самое главное, что проект начался вообще без задела, без каких-либо перспектив, закончился практическим использованием. И только благодаря упорству своего основателя, и вот каждый из присутствующих здесь в аудитории может совершить свое научное открытие, если будет достаточно упорным и будет стремиться к своей цели. Это может каждый. Насколько совершенные метаболические пути микробов свидетельствует такой факт. Вот анилин, это продукт химической промышленности, вещество очень токсичное, тем не менее, он играет очень важную роль уже не первые столетия, а как предшественник лекарств, предшественник красителей, сырье к производству этих веществ. А пурпурные несерные бактерии научились карбоксилировать анилин. Причем одни виды бактерий карбоксилируют анилин. В ортоположении получается антрониловая кислота, которая является предшественником незаменимой аминокислоты трептофана, очень важного компонента питания человека. Другие пурпурные бактерии карбоксилируют анилин. В пароположении получается параминобензойная кислота, которая дальше включается в состав фолиевой кислоты. А это витамин В9, при нехватке которого у человека развивается анемия. В ряде стран фолиевую кислоту даже специально добавляют продукты питания, чтобы недостаточность витаминах покрыть. То есть, ядовитый анилин может являться предшественником двух ценных биологически ценных молекул. Причем, что интересно, он не разлагается, а молекулы анилина целиком входят в состав этих веществ. То есть, анилин выступает в роли своего рода синтона при создании биологических молекул. Вот другой интересный пример. Глицерин или пропантриол это тоже биологическое вещество. Он входит в состав всех практически живых организмов. Образуется глицерин в результате биодеградации целого набора загрязнителей. Это и растворитель трихлорпропан, это и формальдегид, это акролеин. То есть, вещества совершенно разные по структуре, но в результате метаболизма они все дают один и тот же продукт глицерин. Мы привыкли подразделять химию на природную и неприродную. Но на самом деле эта грань достаточно условная. Например, фунгицид карпентозим в природе не встречается. Это вещество, созданное человеком. Ну, фунгициды — это вещества, которые обладают противогрибковым действием для борьбы с грибками, используются. Но бактерии, которые устойчивы к фунгицидам, они могут синтезировать карпентозим из других фунгицидов, близких по структуре, такие как бенамил и теофанатметил. То есть, карпентозим можно считать таким своего рода полуприродным веществом. Он является продуктом метаболизма бактерий. И когда мы исследуем опасность какого-то вещества для окружающей среды и для человека, мы обязательно должны исследовать не только его, но и метаболиты этого вещества. Только тогда мы можем объективную оценку опасности, токсичности вещества дать. Биодеградация может использоваться даже для захоронения ядерных отходов. Растворитель трибутилфосфат, ТБФ, используется для растворения солей переходных металлов, в том числе урана и плутония. Эти элементы не только очень ядовиты, но еще и радиоактивны. И вот я встретил работу, в которой бактерии цитробактер подвергли биодеградации раствор нитрата уранила в трибутилфосфате. Они съели бутильные хвосты. Этого растворителя остался неорганический фосфат, который связался с уранилом и получился нерастворимый в воде фосфат уранила. Но в силу того, что эта соль нерастворима в воде, она представляет минимальную угрозу для окружающей среды и, соответственно, может использоваться для захоронения ядерных отходов. Не всегда биодеградация приводит к снижению токсичности. Иногда наоборот. Продукты микробного метаболизма оказываются более ядовитые, чем исходные вещества. Например, такие тяжелые металлы, как свинец, ртуть, мышьяк, подвергаются микробному метилированию. Превращаются в летучие метильные производные, которые испаряются из водоемов, из почвы. В результате микроорганизмы очищают свою среду обитания, но при этом вещества попадают в атмосферу и загрязняют атмосферный воздух. А алкильные производные металлов более токсичны, чем их неорганические соль. Например, тетраметилсвинец легко проникает через клеточные мембраны и оказывает свое токсическое действие. Биодеградация это эффективный метод. Например, на Казанском заводе СК синтетический каучук долгое время производили теоколовые мастики, а на факультете биотехнологии в КНИТУ в то время КАХТИ занимались исследованием биодеградации этих веществ КАХТИ оказалось, что при 28 градусах Цельсия это летние температуры полная ликвидация частиц теокола в сточной воде происходит через 18 суток. Но это только при условии, если есть живые микроорганизмы в этой сточной воде. Если сточная вода стерилизована, то за это же время примерно 3-5% теокола разлагается, остальное остается. То есть, вот настолько биодеградация, ну, скажем так, присутствие микроорганизмов и их ферментных систем увеличивает эффективность разложения неприродных веществ. Иногда в процессе биодеградации возникают неожиданные совершенно явления. Вот, например, растения семейства лютиковых это ядовитые растения. Одним из токсичных метаболитов является протоанимонин. Это вещество кожно-нарывного действия. Он образуется в результате распада специфических гликозидов, синтезируется он из жирных кислот и совершенно неожиданно оказалось, что бактерии могут синтезировать протоанимонин, скажем так, идентичный натуральному при биодеградации хлоророматических соединений. Хотя путь синтеза протоанимонина в этом случае совершенно отличается от пути биосинтеза протоанимонина в растениях. Тем не менее, то же самое вещество образуется. И вот статья, в которой было описано образование протоанимонина из хлоророматики, даже заглавленная антибиотика из ксенобиотика. А биодеградация используется, может, по крайней мере, использоваться не только для обезвреживания полютантов, но и для извлечения ценных элементов из минерального сырья. Например, последние годы резко выросли цены на литий, который используется при создании литий-ионных батарей. Литий в природе встречается в составе минералов, таких как сподумен, липидолит. Естественно, эти минералы нерастворимы в воде, то есть элементы находятся в связанном состоянии, и оказалось, что ряд микроорганизмов, такие как дрожжи родаторула, в процессе культивирования выделяют напор органических кислот, которые растворяют минералы, и переводят содержащиеся в них литий в водорастворимую форму, которая уже легче добывается человеком. И вот этот процесс называется биовыщелачивание, то есть использование микроорганизмов в металлургии, в производстве ценных элементов, и это касается не только лития, но и, например, редкоземельных элементов, лонтоноидов и актиноидов. И вот процессы биовыщелачивания, они все шире применяются. современный экологический кризис в истории Земли не первый. Были и до возникновения человека экологические кризисы. Пожалуй, самый серьезный кризис произошел 2,5 миллиарда лет назад в архейскую эру. Тогда в атмосфере Земли не было кислорода. Она была строго восстановительной и единственными живыми организмами, обитавшими на Земле, были анаэробные бактерии. Но 2,5 миллиарда лет назад появились цианобактерии, сине-зеленые водоросли, которые освоили оксигенный фотосинтез и начали в процессе фотосинтеза выделять кислород, насыщать им атмосферу. А кислород это очень ядовитый газ на самом деле. Это один из самых сильных окислителей. И обитавшие на Земле микробы были вынуждены адаптироваться к появлению кислорода. Сначала появились аэротолерантные формы, потом микроаэрофильные. В конце концов микроорганизмы освоили применение кислорода в качестве конечного акцептора электронов в электронно-транспортных цепях и так возникло аэробное кислородное дыхание. И с появлением кислородного дыхания метаболизм живых организмов настолько усилился, настолько ускорилась их эволюция, что появились многоклетворные формы жизни, включая нас с вами. И в настоящее время абсолютное большинство живых организмов аэробные, для них кислород является необходимым компонентом среды. Человек в отсутствии кислорода погибает через несколько минут. И можно фантазировать на тему, как дальше будет происходить эволюция живых организмов. Допустим, через века появятся живые существа, для которых современные полютанты, ксенобиотики, загрязнители, они также будут необходимы для жизнедеятельности, как кислород для современных организмов. Здесь огромное поле для фантазии. Естественной средой обитания для микроорганизмов, деструкторов являются отстойники сточных вод. Это пруды, в которых сточные воды отстаиваются и микроорганизмы контактируют с полютантами в процессе эволюции. У них вырабатывается устойчивость и способность обезвреживать эти полютанты. Наиболее перспективные штаммы микробов собираются в специальных коллекциях. В России крупнейшей такой коллекцией является ВКМ, Всероссийская коллекция микроорганизмов, которая находится в Академгородке Пущино при Институте микробиологии Нескрябина, есть ВКПМ, Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов. Существуют коллекции поменьше. Они собирают ценные штаммы микробов, пересевают их, сохраняют, исследуют, делают описание, защиту интеллектуальной собственности и в конечном итоге реализацию заинтересованным сторонам. То есть биодеградация на сегодняшний день это уже больше, чем фундаментальная наука, это бизнес, на котором делаются неплохие деньги. Вот о роли биодеградации в нашей жизни может такой факт свидетельствовать, что эра генмодифицированных микроорганизмов началась эра патентования генмодифицированных микроорганизмов началась супер бациллы. Это первый генмодифицированный микроб, бактерия, которая была создана для обезвреживания нефтяных загрязнений в начале 70-х годов. А за период с 1990 по 2013 годы в мире вышло 443 международных патентов, посвященных использованию генмодифицированных микроорганизмов для биодеградации полютантов. Это только международные патенты, национальных гораздо больше. А почему я рассказал лекцию на эту тему, потому что сам занимаюсь биодеградацией. Объект исследования у нас очень интересный. Это белый фосфор. Дмитрий Григорьевич Ехваров был одним из идеологов на ранней стадии этого проекта. Вещество первого класса опасности опасностей чрезвычайно токсичное. Тем не менее, он производится крупнотоннажно, является сырьем в получении целого ряда востребованных на рынке ценных продуктов. Несмотря на официальный запрет, до сих пор применяется и в военных целях. и поэтому разработка методов обезврежения этого вещества имеет важное значение. На первый взгляд, картина совершенно тривиальная. Черные аспергилы растут в чашках Петри. Да, более знакомая картина каждому микробиологу. И тем не менее, это настоящее научное открытие, потому что в культуральной среде, на которой растут эти микробы, нет фосфатов. Все культуральные среды всегда в качестве важнейшего компонента содержат смеси фосфатов натрия и калия. Здесь нет фосфатов, только белый фосфор в качестве источника фосфора. Грибы растут, они имеют черный цвет, то есть они спороносят, размножаются. И аналогичных работ мы до сих пор не встречали ни в патентных базах, ни среди статей и публикаций. методом ЕМР здесь опять же Дмитрий Григорьевич большую роль сыграл в расшифровке и вообще в организации съемок спектров. было показано, что действительно у нас белый фосфор в процессе метаболизма окисляется до фосфорной кислоты. Вот белый фосфор, вещество первого класса опасности окисляется до фосфорной кислоты, которая является уже естественным и безвредным компонентом всех живых организмов, фосфорные удобрения. То есть задачу по детоксикации белого фосфора мы выполнили. Ну, в заключение приведу такой шутливый шарж на тему биодеградации. Вообще люди склонны шутить на те темы, которые играют в жизни людей важную роль. И поэтому появление таких шаржей свидетельствует о той роли, которую играет биодеградация нашей жизни. И с каждым годом, с каждым десятилетием эта роль будет только возрастать. Планета наш дом, она очень мала, мы должны о ней заботиться. И хотя биосфера сама хорошо справляется с обезвреживанием токсичных загрязнителей, тем не менее мы люди науки должны помогать ей в этом и создавать методы обезврежения полютанта, в том числе и биологические. Но в рамках одной лекции невозможно рассказать обо всем, поэтому я предлагаю вам, если было интересно, ознакомиться с моими научно-популярными статьями. Я публикую в журналах природа, наука и жизнь, биомолекула, все эти статьи есть в открытом доступе и в них вы можете более подробно ознакомиться со всем тем материалом, который я рассказал вам сегодня. А ну, надеюсь, что было интересно. Благодарю за внимание. !